Еще раз здравствуйте! Хорошо, плохо, двойка, тройка, четверка. Какую оценку поставим команде? Во-первых, здравствуйте. Очень приятно обратно здесь находиться. Но действительно, занятое место. Задача, которая ставилась перед командой, перед сезоном, это попасть в плей-офф. Значит, попасть в восьмерку сильнейших. К сожалению, задача была не выполнена. Хочу пользоваться случаем, извиниться, перед болельщиками. Ну, что касается меня, знаете, прекрасно. Я приступил к работе после Нового года. Буквально только два месяца работы. Как бы принял команду. Она уже в то время не входила в восьмерку сильнейших. Ну, руководство меня попросило помочь, чтобы нам попасть в восьмерку. Но, к сожалению, не получилось. Ну, не получилось. Почему? Я много раз уже говорил на пресс-конференциях, были определенные проблемы. В каком смысле, то, что команда была функционально слабо подготовлена. И мне бы как бы, и мне заново приходилось с января месяца ребят доводить до той физического состояния, чтобы мы показывали хороший результат и положительный результат, можно так сказать. И радовать болельщиков. В каких-то матчах мы показывали хорошие игры, в каких-то невыразительные. Ну, получилось так, как получилось. Ну, если вспоминать сезон, ту часть, которая прошла под вашим руководством, какой-то из матчей можете выделить, когда вы в раздевалку пришли и просто парням руки пожали? Ну, из домашних матчей могу сказать, что мы все игры домашние сыграли на хорошем уровне, где, хотя мы проиграли «Динамо-Москва» в один мяч, но мы играли неплохо. Здесь могу выделить победную игру с командой «Уральский трубник» «Первый Уральск», где мы по ходу игры проигрывали. И, к сожалению, не к сожалению, а к счастью нашему. Ну, к сожалению, для «Первого Уральска», да? Да, для «Первого Уральска». Где мы победили в этой игре, я был очень доволен. И ребят поблагодарил. Вот, и потом у нас игра была «Дома-Скирова», победили «Родина-4-1». Ну, вот последняя игра, которую мы завершили сезон у нас дома с «Уральского Уолла». Конечно, игра была невыразительная. Мы проиграли 0-2. Ну, не могу сказать, не хочу сказать, что мы играли плохо, играли хорошо. Но, можно сказать, игра неиспользованных моментов. Ну, в этом году в Суперлиге решили обойтись без утешительных турниров. Соответственно, все, для старта окончательный сезон закончился. Я так понимаю, с команды только вы сейчас в Нижнем остались, да? Все разъехались? Нет, почему? Не только я, все. Я просто сейчас, мы дали неделю вот эти праздники, дали ребятам отдохнуть. А уже с понедельника, с 12 числа мы приступаем опять к работе. И будем тренироваться. Погода позволяет, будем тренироваться. И надеюсь, что на следующей неделе приедут новые игроки, где мы будем их просматривать. На данный момент сейчас ведется полная селекционная работа. Ведем селекционную работу. Насчет новых игроков. Да, вот мы с вами еще перед записью программы успели переговорить. Секреты страшные, тайны страшные. Очень интересная интрига. И вот как раз приедут игроки на просмотр. Это пройдет. Вы выставите трехметровый забор вокруг площадки, чтобы никто ничего не увидел. Или это в открытом будет доступе? Да нет, конечно. Ни от кого не будем ничего скрывать. Приедут ребята просто с нами потренироваться. Тем более те ребята, которые приедут к нам, не имеют контрактов на данный момент. И они имеют полное право приезжать к нам и тренироваться. Ну а мы получим право с камеры прийти на эту тренировку? С удовольствием. Ну это на самом деле как анонс для наших телезрителей. Потому что про хоккей с мячом, к сожалению, на Нижегородском телевидении, Нижегородской прессе мало говорится. Ну как можем и справляемся. В том числе и приглашаем вас. И соответственно, хоть что-то можно открыть тайну следующего сезона. Я так понимаю, карты в руки вам руководство клуба дало. И вы будете формировать команду. Ну не только я. У нас есть руководство, есть у нас спортивный директор. Где мы будем вместе заниматься лицомной работой. Но никакой здесь тайны не будет. Я думаю, что команда на 50% изменится. И будут новые игроки. И будут те игроки, которых именно я хочу в нашу команду. И чтобы добиваться положительного результата. Добиваться той цели, которую передо мной поставит на следующий год руководство клуба. Я думаю, что на следующий год у нас будет хорошая команда. Ну хоть какую-нибудь фамилию сможете назвать. Ну чтобы опять же, чтобы наших болельщиков, чтобы сердце аж забилось чаще. Нет, ну давайте потерпим до апреля месяца. Невозможно. Потому что по регламенту не имеем права до 31 марта. Как бы говорите именно те имена, которые к нам придут на следующий год нашу команду. Ну с другой стороны, ладно, мне хороший сюрприз. Я как раз выхожу из отпуска 31 марта. И сразу же хлоп. И мне новые имена. Надеюсь, новые старые даже имена. Такой, может быть, дилетантский вопрос. Сезон закончился. Команда после небольшого отдыха возвращается. Продолжает тренироваться. Ну а, как говорится, зачем? Может лучше на Кипр ехать? Все, отдыхать. Нет, нет. У нас будут плодотворные тренировки. Где мы будем продолжать тренироваться на льду. Погода позволяет. Я еще раз повторю. Потом мы перейдем в зал. Ну а отпуск у нас только в июне месяце. В выходные на стадионе «Труд» пройдет традиционное завершение сезона областного финала Чемпионата области, если я не ошибаюсь, в разных возрастах. Традиционно мы раньше любили наблюдать за игрой команды «Ветераны старта», возглавляем Алексеем Григорьевичем Дьяковым. В эти выходные мы увидим Григорьевича на коньках? Я думаю, да. Приходите, болейте за нас, за наших ветеранов. Я думаю, что у меня будет дебют, можно сказать, в этом году. Ну как дебют? В этом сезоне, да, дебют. На самом деле, действительно, будем болеть. Мы выходим в эфир 8 марта, в такой замечательный день. И я позволю себе такую вольность назвать вас, ну, таким знатным ловеласом. Все-таки вы пользуетесь популярностью у женщин. Ответьте им взаимностью, может быть, какие-то поздравления нашим болельщицам. Ну, хочу поздравить наших любимых жен, женщин с наступающим праздником. Пожелать им хорошего настроения в этот праздник и любви побольше. Да, спасибо за добрые слова. Знаете, иногда какой-нибудь хороший подарок даришь человеку, как говоришь, но это на день рождения. Тут наоборот, сначала поздравили, а вот сами подарки, наверное, в следующем сезоне теперь только ждать. Но вы понимаете, каких мы ждем от вас подарков? Только побед? Обязательно победы на следующий год будут. И я думаю, что старт возобновится так, как показывал хорошие результаты. Я думаю, что мы болельщиков на следующий год не подведем. Как же хочется верить, как же хочется вернуть те славные времена старта, эти заполненные трибуны и, самое главное, победы нашей команды. Хотя даже не столько победы, сколько чтобы к нам опять боялись приезжать. Неважно, потому что знали, под стартом они умрут и долго будут потом отходить от этого матча. Все правильно сказали. Самое главное терпение, а победа наша и впереди. Ждем. Ну что ж, Алексей Григорьевич, огромное спасибо, что нашли время. Надеюсь, действительно увидимся уже ближайшие выходные с вами на стадионе Труд. Я же прощаюсь с нашими болельщиками ровно на неделю. Говорю вам пока-пока и традиционно в конце передачи. Не забывайте дружить со спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова